я вас приветствую на своем канале хочу шить тапочки следки чунички из простой ткани но у меня мебельная ткань смотрите обвела я ступню она немножко кривоватая я сделаю немножко выровняю края и вырезаем если у вас ноги разные ну мало ли одна опухает другая нормально вырезаете по своей ноге на подошву нижней части вашей стельки лучше использовать какую-нибудь не промокайку у меня кожзам ткань дела в два сложения так как у нас левая и правая и по контуру прибавила примерно один сантиметр сложилась стельку и нам нужно сделать здесь пометку видите она немножко неровная но у вас может быть и край будет ровный и здесь ведь здесь прибавка но я ее вот пополам сложила и делаем пометочку использовать один кожзам он очень тонкий и вам нужно сделать несколько слоев из какой-нибудь ткани драп сукном кашемир пальтовая ткань войлок так будет теплей и надежней берем гибкий сантиметр и от вашей метки по кругу делаете замер сколько у вас получится сантиметров у меня 37 размер у меня получилось 65 сантиметров а длина стельки 24 сантиметра без припусков на швы а по ткани нам понадобится вот где-то вы замерили у меня 65 67 сантиметров на на 28 но высоту вы берете свою здесь у меня два тапочка я вот так сейчас разрежу и как раз это будет у меня обхват это у меня образцы и лоскуты мебельной ткани и я буду параллельно шить двое тапочек и буду использовать вот такие обрезки дело в том что здесь нарушен рисунок другие изделия я его пустить не могу она тапочки самое она если у вас ткань с рисунком вы смотрите чтобы ваши тапочки были по направлению рисунка одинаково у меня рисунок идет так но у меня ткани не хватает сложила кромку кромки буду выкраивать по высоте они будут разные и потом вы посмотрите что вам понравится больше вот такая у нас будет моделька когда вы выкраиваете ткань вы можете сделать чтоб у вас был сзади шов или целенокройную но исключить передний шов у нас не получится я сейчас произвольно на глаз оставляю здесь много места лишнее конечно можно отрезать но нарастить уже не получится и вот так я отрезаю конечно на глазок нежелательно резать потому что можно испортить вы можете по ноге заколоть ваш изгиб или наметать или от пола до середины ступни замерить вот в таком покрое каждый сантиметр играет свою роль я взяла не нужную ткань синтепон в одних чуниках я буду использовать один слой синтепона вот в этих наверное два этот слой у меня будет не подкладочный если вы будете делать стежку обрабатывать косой бейка допустим край у вас также рисунок должен смотреть в одном направлении теперь я делаю стежку сделала стежку здесь меланжевой ниткой волнами а здесь просто в том но тоже волнами у меня была цель просто верхнюю часть скрепить синтепоном если вам нужна красивая стежка можно нарисовать или сделать трафарет взяла заготовку тканевой стельки просто на металла кожзам дырок не любит поэтому на металла ткани померила видите у меня здесь излишки которые я буду отрезать посмотрела по ноге как сидит внесла изменения буду это все отрезать когда внесли корректировку вашу обувь распускаете вашу наметку и все переносим на другой посмотрите какие изменения черновая и оригинал после того как внесли все изменения также выкроили подкладку вровень теперь если вы вверх обрабатываете косой бейкой то вы по отдельности сшиваете эти детали так с лица делаете от строчку швы в разные стороны если вы у вас будут эти швы совмещены будет очень толсто а в разные стороны вы прошьете у вас будет мягко когда вы прошили вот эти две детали соединяете вместе сажаете на подошву обрабатываете также вверх если у вас здесь будет шов наверху без подворота то сшиваете вверх потом рассоединяете эти детали складываете вместе и вот так прошиваете сейчас я вам сложу и вот так прошиваете делаете швы в разутюжку и делаете от строчку или так или соединяете вместе с подкладкой и по лицу вместе с подкладкой делаете от строчку этот вариант у меня будет с подворотом ткань будет завернута вовнутрь и посмотрите как я выкроила вот когда я прошью здесь я выровняла край я здесь подшиваю сколько мне надо я подворачиваю и уже потом выравниваю если вы сейчас вырежете и когда вы прошьете у вас это передвинется у вас на носке не будет хватать ткани вот у меня носок сильный очень такой у меня заворот чтоб ничего не топорщилась можно сделать миллиметри к 23 по закруглению надсечки вот я прошила сделала от строчку вот что у меня получилось соединила с подкладкой прошила вверх здесь у меня будет косая бейка соединяю низ также сделаю строчку мне так удобнее будет уже пришивать на подошву обязательно чтобы ваши швы все совпадали косая бейка сначала строчки я подвернула косую бейку прошлась по кругу эту сверху наложила и прошила у кого широкий большой подъем и худая узкая нога вы можете чтобы у вас здесь не болталась пришить по кругу кулиску и вставить резинку или шнурки кожзам соединила с плотной тканью прошила по периметру вот эти вот излишки что у меня вылезли я сейчас их отрезаю здесь пометки и теперь вот берем наш ботинок здесь два варианта или вы кладете стельку вниз и допустим соединяете метки прошиваете по лицу и тогда край обрабатывать тоже какой-нибудь косой бейкой можно вывернуть на изнанку верхняя часть у нас одинаковые а стельки у нас разные смотрите если сзади у вас проходит шов то лучше начинать вот вы метки и шов совмещаете идете отсюда из центра в одну сторону и другую потому что мало ли где то у вас будет нестыковка если шва нет лучше начинать с пятки также совмещаете метку если у вас получится на носке излишки то вы здесь можете пустить крупную строчку и немножечко подтянуть нитку это все под собрать я буду прошивать с изнанки вот мой кожзам он у меня получается внутри прошиваю по кругу все излишки отрезаем и выворачиваем бывает когда вы все выровняли все прекрасно и хорошо но когда начинаете делать к примеру стелька больше чем ваша основная деталь так проще стельку отрежьте и не переживайте и еще видите это у меня будет верх ну как подошва стелька если у меня здесь будет сверху еще одна стелька но если у вас конкретно вот это вот ваша низушка то не забудьте верхнюю ткань какую-нибудь пришить чтобы у вас вот это безобразие не оставалось мебельная ткань синтепон получаются они довольно таки такие жестковатые но чтоб пятка допустим держала форму просто некоторая обувка требует можно сюда что-то вставить такое плотное кусочек кожи допустим вот подставка под горячий вырезали кусочек она она вроде и мягкая но в то же время она держит форму и ваша пятка не будет деформироваться ну а если у вас совсем такой легкий простой домашний вариант то меня пятку не обязательно делать прошила по кругу если у вас оверлок возьмет то можно и обметать но смотрите швы у меня внутри вот она стелька я буду использовать готовую стельку ее можно так использовать вот смотрите взяла ткань я теперь подогну или руками наживлю или приклею на клей но она большая немножечко но она хорошо сюда вписывается я ее просто отрезаю и вот с такой плотной стелькой ваши черевички будут держать форму готовую стельку можно приклеить но чтоб стелька не было вровень вашей нижней стельки подошвы а доходила до ушвов тогда ваши тапочки будут держать форму и вам будет удобно ходить теперь этот вариант прошила сделала от строчку делаю перекат сколько мне надо подворот лишние отрезаю вот второй ботинок вы можете сделать здесь поуже ставить молнию сделать разрез теперь я прошиваю здесь у меня 38 готовый вид будет 36 здесь у меня 60 готовый вид будет 58 я вам говорю с припусками на швы здесь высота 11 а здесь 7 вот так это выглядит с изнанки пустила также здесь от строчку пошел соединяю прошиваю по кругу соединяю с подкладкой и сажаю на стельку готовы наши тапочки ботиночки чунички полусапожки смотрите если у вас с отворотом вовнутрь с подгибом вы можете по краю сделать от строчку я просто отутюжила через мокрую марлю и что мой вывод что вот эти ботинки они более удачные я сделала выкройку по ним по оригиналу чтоб следующий раз мне не вносить корректировку эти они у меня немножечко большие буквально на два сантиметра но эти два сантиметра они дают о себе знать и вот осталось мне только сюда вставить стельки а здесь уже все готово просто быстро и с ничего высота здесь 13 в этих 15 здесь окружность у меня в готовом виде 34 здесь 38 вот 38 уже болтаются на ноге от стельки до прямой у меня здесь 8 сантиметров но померив я бы здесь еще немножечко вот так вот скосила буквально где-нибудь на сантиметрик тогда лучше будет сидеть на ноге ну а на этом все пока пока пишите комментарии до новых встреч